Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада всех вас видеть на моём канале. Сегодня мы хотим поехать в соседний город. Он здесь недалеко, ну минут 20 езды. На улице выглянуло солнышко, так тепло, что в Англии действительно редкость. Часто здесь бывает сыро, прохладно, серо, а сегодня тепло. Поэтому вместе с моей девочкой поедем. И там есть парк, такой лебединый парк. Там очень много-много лебедей. Поэтому я приглашаю вас вместе с нами. Посмотрим. Там рядышком вроде какая-то кафешечка есть, там вроде ещё детский парк, какие-то аттракционы. Мы были там уже, ну это было давненько, а с девочкой нашей мы не были. Сейчас она такая активная, дома с ней сидеть невозможно. Тем более у моего мужа выходной. Конечно, это видео поставлю среди недели. Не получается прямо иногда, прямо в день в день ставить. И когда у мужа выходной, мы стараемся вместе провести время и куда-нибудь поехать. Я думаю, что это объединяет нашу семью. И мы прекрасно вместе проводим время. Приглашаю вас вместе с нами. Вот такой есть небольшой парк. Я очень много здесь любила. Очень много, огромное количество. Здесь вот в нашем парке, там тоже есть пруд, но там большие утки, а здесь именно лебеди. Вот здесь вода попрозрачнее. Тогда мне в комментариях написали, что очень у вас мутная вода. Я не знаю почему. Здесь более прозрачен, тут даже камни видно. Многие сюда приезжают посмотреть. Такой мостик здесь приятный. Давайте до мостика прогуляемся и прямо с мостика посмотрим. Повыше поднимаю я, чтобы вам было видно. О, не очень чисто здесь, если честно, я скажу. На перилах. Наверное, птички здесь в туалет сходили. Вот такая красота. Такое место для релакса. А что нас успокаивает? Действительно природа как успокаивает? Что может быть лучше наблюдать? За птицами, за животными. Ох, их как много здесь. Мне кажется, раньше еще больше было. Какие же они грациозные. Прямо царь-птица. А тут и лебеди. Мне нравится, что здесь есть скамеечки. И на этих скамеечках можно посидеть, отдохнуть. Здесь голуби тоже. Здесь прямо около проезжей части. Наслаждаемся с вами вместе. Да, мы, по-моему, дальше маленькие. И сейчас посмотрим вместе с вами. Пройдемся туда подальше. Честно, не такие они уже и маленькие. Посмотрите, как они подросли уже подростки. Маленько приблизить хочу. Ой, почему-то оно не приближается. Извините. Посмотрите, какие они уже большие. Не такие уж они и маленькие, уже выросли. Уже подростки. Но это не в нашем городе этот парк. Это в соседнем городе. Но ехать минут 20. Мы приехали для того, чтобы в первую очередь наши девочки, наши доченьки показать. Ну и вам тоже. Если я здесь нахожусь, конечно, я и сделаю видео для вас. Покажу. Вот они прямо подальше, а сами лебеди. Вот там их там очень много. Здесь есть детский парк небольшой. Посмотрим с вами. Сегодня тепло на улице. Сейчас до парка прогуляемся. Также есть тут кафешечка. Кафешечку вам покажу. Парк небольшой, но все равно стоит его посетить, если вы недалеко живете. Вот такой парк. В жаркий день. Даже можно освежиться здесь. Давайте поближе подойдем, посмотрим. Ну вот сейчас на улице 23 градуса. Ну вот если было бы градусов 30, то да. Но дети в Англии очень закаленные. Поэтому они и при такой температуре не могут. Ой, ну какая радость для ребятишек. Но мы свою не будем пускать. Маленькая еще. Она тем более недавно только переболела. Не дай бог еще и заболеет. Ну там есть камеечки. Можно посидеть. Что-то выпить. Покушать. Когда солнышко, тепло, замечательно. Посмотрим еще кафешку с вами. И какие там цены. Парковка тут бесплатная. Ну, нам нравится. Вот такая кафешка здесь. Кофе Хао. Значит, что здесь можно? Кофе. Ход чоколад. Это получается какао, да? Ти, это чай. Колодринск, холодные напитки. Даже можно что-то перекусить. Сейчас поближе подойдем, посмотрим. К сожалению, они уже закрываются, поэтому я не могу показать вам цены. Плюс-минус, они одинаковые. Я думаю, кофе 3-4 фунта стоит. Здесь парковка бесплатная. Ну, идемте с вами еще раз на детскую площадку. Я так понимаю, это название парка. Embankment, если я правильно прочитаю. Здесь вот карта. И вот сама детская площадка. Смотрите, как много детей. Наша там тоже бегает с удовольствием. А даже написано, сколько работает с 12 до половины седьмого. Это хорошо. Как раз сейчас время шесть. Еще полчаса у нас есть времени. Ну, достаточно, чтобы наша девочка могла отдохнуть. Вон, как себе бегают ребятишки. Раздетые. Никто ничего не боится. Дорогие мои, показала вам я вот этот парк. Возвращаемся мы домой. Ну, и в конце просто сделаю свое заключительное уже, так скажем, резюме. Уже дома. Дорогие мои, мы вернулись домой. Все. Прекрасно мы отдохнули. Ну, к сожалению, кафешка не работала. Я хотела там, может быть, кофе попить. Ну, ничего страшного. Главное, наша девочка от души набегалась. Сейчас у нее такой период. Ее бы только бегать, бегать, бегать и бегать. Она не сидит ни секунды. Научилась бегать. Все. Ну, так и должно быть. Ребенок, он должен развиваться. Но, конечно же, мы бы не пустили своего ребенка под фонтан. Ну, вот многие вот там так видели, как дети бегают и ничего не боятся. Не знаю, я немножечко боюсь. Я как-то переживаю за свою маленькую девочку. Но у меня еще такой вот менталитет. Все равно не английский, а именно такой наших стран, да, бывшего Советского Союза. Мы немножко переживаем и боимся за детей. Англичане к этому относятся намного проще. Они своих детей закаляют. Как я в одном из видео говорила, что они не переживают. Недавно гуляли, но было действительно прохладно на улице. И моя девочка в шапочке, в курточке. И маленький ребенок, он еще даже не ходит там в парке. Ну, там специально есть игровая площадка. И он ползает там. Ну, была на нем кофточка, конечно, штанишки. И даже носочков нет. И он там по земле прямо вот так вот ползает. Ну, вот они такие. Очень-очень просто к этому относятся. Они не заморачиваются. Они не переживают. Закаляют и все. Они сидят на асфальте. Потому что в школе, в садике они все сидят на асфальте. Никто это не контролирует. Вот, дорогие мои. Спасибо, что вы посмотрели со мной. Понравилось ли вам такое наше маленькое путешествие в соседний город? Пишите в комментариях. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока.